Добрый день, меня зовут Дмитрий Мельников. Я постараюсь немножко рассказать про воздействие занятий керлингом на организм. Кроме того, возможно, следует остановиться еще на том вопросе, что у нас жутко асимметричный вид спорта. Мы выполняем бросок всегда одинаково. Неважно, какой бросок мы выполняем, мы всегда одной и той же рукой оттолкнемся, одной и той же ногой с одной и той же колодки. Из этого те проблемы, которые возникнут у ваших подопечных и, наверное, есть у вас. Проблемы связаны с позвоночником прежде всего и с теми патологическими изменениями, которые в нем возникают. И здесь нужно понимать, что на тренировках нужно уделять внимание, в том числе, и не ведущей стороне тела. То есть, находясь на суше, если можно так сказать, находясь на жирном зале, нужно уделять повышенное внимание той стороне тела, которая не участвует непосредственно в перемещении камня. Только тогда мы можем сохранить какое-то подобие баланса, ну и, соответственно, сохранение здоровья. Неправильное положение на льду при выезде приведет к возникновению негативных ощущений, а потом возможны травмы, например, в коленных суставах, когда мы слишком низко сидим или пытаемся, соответственно, переместить вес тела на носок, скользящий ноги, и получаем слишком маленький угол в коленном суставе, то в данном случае нужно понимать, что рано или поздно напряжение приведет к возможной деформации сустава, возможному повреждению его. Если упоминать про гендерные различия, то рано или поздно ваши дети придут в пубертатный период, в период полового созревания, вот здесь нужно будет очень четко следить за организмом, прежде всего, организмом девушек. Одна из проблем, глобальных проблем, с которой сталкиваются женщины-спортсменки, это из триады тех признаков, которые могут быть, это изменение кальциевого обмена. Как ни странно, их кости начинают не взрослеть, а начинают стареть. И тогда возникнет то самое странное состояние, которое получило название стрессовый перелом. Когда ты вроде не бился ничем, никуда не падал, а при этом при выполнении какого-либо мышечного усилия у тебя повреждаются кости. Чаще всего как раз кости мелкие, это стопа, это кисти. И это потом еще очень долго лечится, очень долго восстанавливается. Поэтому, когда девочки станут взрослеть за нагрузками, нужно будет очень тщательно следить и очень тщательно их дозировать. Ну и проблема нашего вида спорта, практически нет индивидуальных тактических действий. Все наши действия, они выполняются обычно всей командой. И более того, наша деятельность носит достаточно четко регламентированный переменный характер. Я выполняю точностное действие. Я выполняю бросок, пуск спортивного снаряда. Я должен точно дифференцировать усилия. Я должен соблюсти все мелкие детали техники. После этого, через какое-то время, я снова делаю точно такое же действие. А потом у меня наступает несколько серий высокоинтенсивной работы, скоростной силовой работы, связанной со свиппингом. Энт закончился, я повторяю ту же самую процедуру. И так на протяжении всей игры. Естественно, за реакцией моего организма будет накопление утомления. Прежде всего будут утомляться как раз те мышечные группы, которые принимают участие в натирании льда. И тогда мне становится все сложнее и сложнее выполнять точностное действие, дифференцировать усилия, потому что управление становится затрудненным. Поэтому наша специальная выносливость как раз и заключается в том, чтобы уметь выполнять точностные действия на фоне утомлений. И еще один компонент – это та скоростно-силовая работа, которую вы заставляете делать. Это то, что связано с быстрой переработкой лактата, достаточно быстрое восстановление. Наши спортсмены должны не только уметь работать долго и качественно, они должны уметь еще и быстро восстанавливаться. А это как раз невозможно без нормальной работы наших энергетических систем. Без того, чтобы мы быстро восстанавливали запасы АТФ и быстро изгоняли из организма, перерабатывали те продукты, которые образуются в ходе метаболизма, ту же молочную кислоту, кетоновые тела, которые могут возникать, то, что будет мешать нам работать дальше. За тот короткий период отдыха, за эту минуту, которая у нас есть между эндами в официальной игре, мы действительно должны практически полностью восстановиться, быть готовы выполнять то же самое действие. И в этом проблема многих как раз тоже детских команд, они прекрасно играют до перерыва, и, как ни странно, после перерыва очень сложно включиться в работу обратно. И очень сложно начать играть так же качественно, не только потому, что они не могут считать лед, а еще по той причине, что они выпадают из игрового тонуса. У них нарушаются вот эти временные рамки. Вы работа, отдых, большой перерыв, целых пять минут. И вроде бы ты должен восстановиться, а на самом деле это немножко ломает твою программу. И, возможно, это тоже необходимо отрабатывать во время тренировок. Как раз поэтому в керлинге очень важна системность процесса подготовки. В любом виде спорта она, без сомнения, важна. Но наша настроенность на систематическую смену деятельности, наша настроенность на выполнение действий в каких-то достаточно четких временных параметрах подразумевает наличие системы не только тайминга, не только во время игры, но и во время отдыха, и во время всего тренировочного процесса. Именно поэтому необходимо достаточно четко соблюдать временные рамки выполнения упражнений для того, чтобы у организма возникла некая ритмическая программа. Потому что на самом деле все мы существа живые, которые подчиняются определенным биологическим ритмам. И настройка на этот ритм позволит нам достаточно успешно функционировать и выполнять какие-либо действия, в том числе и игровые действия. И поэтому важна та система глобальная, которая подразумевает наличие соревновательного момента, наличие сборов, наличие систематических тренировок, а не случайным образом выстроенных процессов. Мало приходить один раз в неделю в случайный день, когда у тебя есть свободное время. Для организма эта нагрузка должна стать привычной, естественной и составляющей его неотъемлемого компонента в его повседневной жизни. И только тогда он сможет нормально функционировать и максимально показать свои возможности в тот момент, когда вы предложите ему это сделать во время игры. Ну и для того, чтобы избежать каких-либо повреждений, ну, во-первых, необходима, опять же, достаточно четкая структура разминки, которая подразумевает не только выполнение общеразвивающих упражнений, но и выполнение специальных упражнений, которые имитируют нашу соревновательную деятельность. Нужен не только план разминки, но, опять же, достаточно четкие временные рамки начала и завершения. Все-таки лучше завершать разминку хотя бы минут за 10 до начала активной тренировочной деятельности. Если вы закончите раньше, никакого смысла в этом не будет. Упражнения должны быть достаточно интенсивными, чтобы подготовить организм к работе, чтобы мобилизовать его, чтобы он смог выйти на пик своего функционирования раньше, чем если бы он находился в спокойном состоянии. Упражнения должны затрагивать достаточно большие мышечные группы для того, чтобы повысить и уровень теплопродукции, и самое главное, эта разминка должна еще активировать наш мозг, потому что, не думая, в керлинг играть достаточно сложно. Всем спасибо за внимание. До новых встреч и удачи вам в вашем нелегком деле.